привет друзья давно я роликов не выпускал но как бы у меня нет возможности сделать качественные ролики ну я и не считаю нужным делать ролики какие технически сложные по видеоряду потому что я подхожу с такой задачи что если есть какая-то задача есть какой-то вопрос надо его решить и неважно как он будет оформлен важно в конце иметь результат так ну и сегодня будет тему вообще далекая от моих всех роликов я как бы скидер в какие-то вызовы в эзотерику в эзотерические знания и вот я сегодня хотел поговорить о черном солнце что хочу я вам сказать ролик будет небольшой но я расскажу что узнал вот об этой штучке это черное солнце первые упоминания были я вот по интернету глядел не знаю можно ли доверять информации нет первые самые первые упоминания были в шумерии это по моему 3000 лет до нашей эры вот до рождества христова там есть барельеф где светится два солнца наши и черный черное она является как бы духовным солнцем а наши дает явственный вот он осязаемый цвет который мы видим ну если также так если входить в экскурс по данной руни но не руни а данному амулету это не амулет ребята запомните это не амулет это не талисман это что-то другое здесь 12 рун 12 скрытых крестов вот так же что можно еще о нем сказать блин столько мыслей это ход рассказать на охота сделать покороче ролик не знаю интересно вам это или нет ну вот давайте так скажем начнем во первых он должен быть аутентичным классический знак черного солнца должен быть желтого металла вот желтый металл иметь 12 рун вот иметь 12 скрытых крестов и вот центральное черное солнце по канту не должно быть никаких рун никакой рунописи никаких форму ничего данный знак должен быть вот именно такой вот только такой только такой и желтого металла металл должен быть обязательно желтый не белый не черный аутентичное черное солнце она именно так и должно выглядеть желтого металла по блаватской было сказано о черном солнце сказано что это знак защиты я тоже так думал когда его заказывал кстати на алиэкспрессе и таких знаков я успел перехватить и на алиэкспрессе потом они пропали я я видел чтобы по магазину который распродавал вот конкретно данные это был продано всего 21 предмет вот этот вот и все дальше магазин почему-то закрылся я не знаю почему вот данный знак сделан из пищевой стали 316 л вот ну а теперь о самом знаке поговорим о нем очень мало информации считается что его использовали жрецы маги и все что связано с эзотерической темой также было сказано следующее я нашел тоже информацию что данный знак надевался воинами перед битвой то есть как знак защиты это знак я очень долго не одевал хотя его сказал года два назад вот почему объясню потому что он имеет его нельзя назвать не оберегом не талисманом не подвеской это что-то большее скажу я вам конечно может быть сейчас будет разговор об каких-то ну просто вообще я не знаю таких вот вещах которые может быть многие воспринимают как на шизофрении вот но ни в коем случае ребята этот знак не одевайте на кладбище ни в коем случае хотя если вы используете магию наверное вы можете все таки одеть потому что данный знак являет единство праве яви и нави то есть он выступает как портал между этими мирами но что я хочу сказать что было со мной я имел опыт два раза надевать его на кладбище ну так получилось первый раз когда я ездил на могилу к отцу а второй раз я ездил к знакомому на могилу он был убит знакомый вот и вы знаете первый раз возникло ощущение боли в горле в горле у меня на кладбище и как будто мне сдавливают горло тяжело дышать и знак как будто бы потяжелел ну я как-то не придал этому значения просто сослался на свое самочувствие и положил его в раствор пищевой соли на сутки отлежаться отдать энергию да это действительно раствор снимает с амулетов энергию негативную или там любую короче вот второй раз который убили вот мне хватило 20 минут пребывание на кладбище им на могиле чтобы я почувствовал вот вы не представляете неимоверную тяжесть на шее дичайшую боль в горле хотя все прекрасно когда мы ехали туда было то есть ничего была легкость и как будто бы меня опять душили поэтому я его снял и положил на полку до времен но недавно я его достал анализируя поведение этого знака как защиты я понял следующее сейчас все внимание слушайте потому что этого нигде нет нигде не написано и в интернетах вы этого не найдете поэтому ссылка на мою авторство конечно обязательно на мой бред так скажем на мой бред этот обязательно это знак он является знаком защиты но защита очень хитрый данный знак он как бы не отражает защиту он ее поглощает то есть защищая своего владельца он поглощает тот урон который на него наводится то есть как аккумулятор который вот энергию в себя поглощает но это и допустим энергии негативно который было призвано нанести урон вам но он ее в себе как бы аккумулирует я думаю что до определенного момента этот знак может себя впитать ну какой то так определенное количество энергии дальше надо его обязательно класть соль обязательно класть соль ну чтобы очистить его как бы разрядить аккумулятор разгрузочные вилка аккумулятор вот это вот это то есть защита здесь действует не методом отражения а методом поглощения то есть та энергия которых была вас послана она как бы аккумулируется вот в этом знаке дальше еще что я обратил внимание я также как бы немного занимаюсь рунный магии как магии так вот форму и что я обратил внимание формулы с этим знаком начинает работать быстрее я вот серьезно вам говорю он выступает опять как аккумулятор но только уже к формулам именно к формулам то есть вот этот знак и рунические какие-то формулы руны можно использовать связки то есть вы не вы выступаете в роли источника энергии а выступает он дальше что еще 3 что можно с этим знаком делать знак еще и обратил внимание на то что он когда вы обращаетесь к роду он создает как бы пространственный тоннель между вот этими помни концепцию трех миров между мирами и может быть даже руны даже не заряжая это знак я не заряжал нигде его может быть если пройдя по кладбищу вы пойдете нанесете руны ведь негативной энергии даже кладбищенской энергии она сможет активировать руны потому что нету качество черной энергии там белой энергии есть энергии все а уж куда она будет применена это уже как бы вопрос второй вот между значит мирами создает он портал ну как бы туннель портал и вы легче находите связь со своим родом вот то есть вы обращаете к зову предков к предкам и они помогают вам в определенных как бы вещах которые вы хотите что я еще хочу сказать мне очень не нравится концепция нечистой крови по данному знаку вот потому что я считаю что знаки является универсальными вот и неважно кто-то немец англичанин американец голландец если ты будешь соблюдать определенный ряд как бы правил и табу вот знак тоже будет у вас работать знак требует чистого сердца единственно что ним а также он вот имея вот это вот зная вот эту вот концепцию применяя мою концепцию можно объяснить вот эту вот мозаику на полу замки у фашистов вот и тогда мы получаем ответ автоматически почему с с их не букву были стилизованы по две зиги вот соответственно значит они считали что знак который находился там на полу выложенной мозаикой аккумулирует себе энергию и подпитывает людей которые носят на себе руны зига вот но дело все в том что этот знак должен быть на вашем теле то есть он должен быть с вами они где-то там вот ну что еще рассказать рассказа больше ничего также так так что ребята это ну извините за некоторый сумбур вот этот мой ну то что я вам сказал это практически отсутствует в интернете его этого нет потому что я сделал эти выводы на собственных наблюдениях вот и я считаю что данный знак он многогранен в себе несет огромный огромнейший потенциал также следует сказать что считает что этот знак может излечить у нас от любой болезни абсолютно от любой болезни если вы совладать силу мощи я себя очень тоже плохо чувствую что у меня заставила надеть его на себя очень плохо чувствовал физически через три дня болезни от моего вот этого какого-то состояния вот это не осталось следа я считаю что он может быть излечил меня может быть это что-то мое такое вот скажем воспаленное воображение но я рассказываю то что я прошел испытал на себе вот знак должен вы не самое главное не верьте тем кто подает вам серебряные белые мета белыми то платиновые аутентичное черное солнце оно должно быть только желтым именно в таком вот варианте без всяких рун по канту без дополнительных изображений без лишнего обвеса должно быть строго аскетичным так что вот так вот ребята простите если что вот так получилось сумбурно что может быть кого-то не устроит это качество моего ролика но ролик несет не как бы вот это перри перепост свеки совсем со многих статей а именно несет мой личный опыт общение с данным знаком мои ощущения и мои мысли соответственные выводы ну все всем добра если будет интересно пишите